Симоньян не имется, ее канал стал открыто пропагандировать плохое российская пропагандистка Маргарита Симоньян никак не угомонится, передает АЗ. Эйзи, безнаказанность порождает беззаконие. Для того, чтобы убедиться в справедливости данного утверждения, далеко ходить не надо. Взять, хотя бы Карабахский конфликт, который длился на протяжении почти 30 лет. Мировое сообщество игнорировало справедливую позицию Азербайджана, одновременно косвенно, а порой и напрямую поощряя бесчинство армянских оккупантов на нашей земле. И чем больше армянская сторона чувствовала свою безнаказанность, тем больше беззаконий мы видели с ее стороны. Но все это закончилось, когда власть закона в свои руки взял Азербайджан, и в ходе сорока четырехдневной войны освободил большую часть своих земель. Однако и во время войны армяне всего мира не переставали вести пропагандистскую работу, называя азербайджанских воинов, оккупантами, а несчастных армян, жертвой агрессии. Особенно на этом поприще поднаторел российский канал Russia Today, главарем которого, именно главарем, а не главредом, является известная своими антиазербайджанскими выпадами Маргарита Симоньян, возглавляемый ею Арти, и она сама неоднократно выступали в поддержку террористического режима карабахских сепаратистов, что шло в разрез с официальной позицией России. Тогда же официальные лица РФ провели с ней разъяснительную беседу, после чего рупор сепаратизма в лице Симоньян надолго умолк. Впрочем, молчала Симоньян недолго, благо пандемия короны разделила российское общество на два лагеря, вакцинированные и антивоксеры. И вот тут-то Марго проявила себя во всей хамской красе, оскорбив большую часть россиян. Так в октябре прошлого года она написала пост, в котором назвала антивоксеров идиотами. Даже проармянское агентство Рёбнум не вынесло подобного оскорбительного выпада Симоньян и дало ей отповедь, пишут аналитики Зэкала. Эйзи, тех, кого вы называете идиотами и ненормальными оставшимися антипрививочниками, 70% населения нашей великой родины. На всякий случай напомним, что это большинство граждан, такого большинства хватит, чтобы в демократической стране, каковой является Россия, выбрать президента и думу. Хотите считать все эти 100 миллионов людей угрозой вашим детям и желайте им мучений. Ваше дело, писало агентство. Вроде бы после стольких косяков человек должен образумиться и придерживаться определенных моральных, и не только правил и законов. Как известно, оскорбление чести и достоинства является также уголовно наказуемым деянием. Нормальный человек сделал бы выводы, но только не Симоньян. Ее безнаказанность обернулась тем, что ее канал стал открыто пропагандировать плохое. А это уже является тяжким преступлением, в том числе, и по российским законам. Итак, подводя итоги теперь уже ушедшего 2021 года, в телеграм-канале RT был опубликован пост следующего содержания, премии «Красавщики года уходят к талибам», после того как американцы спешно сиганули из Афганистана, теряя на ходу вертолеты, амуницию и репутацию, талибы завоевывали города и соцсети. То они зажигательно танцевали, то катались на лодочках, то на детских аттракционах. Напомним, что «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация. Российский сегмент соцсетей в шоке от вышеупомянутого поста, а политолог Игорь Скурлатов напоминает Симоньян о том, как талибы относятся к женщинам, канал RT Маргариты Симоньян выдал премию «Красавщики года запрещенной в России» террористической организации «Талибан», террористическая организация, запрещенная в РФ, той самой, члены которой в октябре обезглавили афганскую волейболистку Махжибин Хакими и опубликовали в соцсетях фотоказни и отрубленной головы девушки. Теряюсь даже что и сказать. Ну что тут можно сказать? Если бы в свое время Симоньян потянули бы за уши за оскорбительные высказывания, сегодня россияне не столкнулись бы с демонстрируемым ею восхищением талибами. А может отправить Марго в командировку «Красавчикам года»?